из Андижана. Однако эта встреча для подопечных Вадима Абрамова не была легкой прогулкой. На атаку хозяев представители Ферганской долины непременно ходили в свой ответ. Счет на 40-й минуте открыл игрок железнодорожников Санжар Шуахмедов. До ухода соперников на перерыв у андижанцев было несколько шансов восстановить паритет, но оборона хозяев своевременно отвела угрозу от своих ворот. На 72-й минуте подопечным Абрамову удалось закрепить свой успех. Салим Мустафаев точным выстрелом сделал счет 2-0, который, как выяснилось позже, стал окончательным. Вот как на послематчевой пресс-конференции прокомментировали эту встречу наставники обеих команд. Мы изначально планировали играть вторым номером. Вроде у нас получилось, у нас эти моменты были, которые мы могли бы, конечно, реализовать. Так хорошая игра, мне понравилась. Ну, игра получилась непростой, в принципе, выиграли 2-0, но при этом, как бы, вроде три очка взяли, а морального удовлетворения нет. Ну, чувствуется, что в «Андижан» команда дисциплинированная, пытаются играть в пас. Видно, рука Гесса уже, я думаю, что она прибавит к этому времени, еще лучше станет играть. Поэтому во втором круге уже, думаю, там сложнее будет в «Андижане». Что касается остальных матчей восьмого тура, проходивших параллельно, то они завершили следующим образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!